Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовиться к великому празднику Шабуоту, ко дню дарования Торы. И сегодняшний урок посвящен для удачи и успеха во всех делах. Пускай Всевышний благословит Бориса бен Давид и пошлет ему Ацлаха Ашерут Векольту. Итак, дарование Торы. Что Тора нам говорит? Почему евреи удостоились получить Тору на горе Синай? Тора нам пишет, что когда они подошли к этой горе, они были как единый организм, один человек с одним сердцем. Наконец-то после всех ссор, про которые Тора нам сообщает, которые у них происходили иногда в пустыне, они сумели простить друг друга, они сумели научиться по-настоящему любить каждого человека бескорыстной любовью. Они подошли к горе как единый организм. Вот оно главное условие, чтобы быть в контакте с Богом никаких ссор, только любовь. И именно тогда они смогли получить Тору. Тора была дана в месяц Сиван, его созвездие близнецы. Почему так? Потому что Тора нам хотела показать. Посмотрите на этих близнецов. Вот этот уникальный контакт между двумя людьми. Если один близнец болеет, второму тоже не хорошо. Если одному близнецу что-то подарили, у него хорошее настроение, второй тоже радуется за своего брата или сестру-близнеца. Они почти-почти по-настоящему как один организм. Тора нам говорит, посмотрите на этих близнецов. Я даю Тору в этот месяц, чтобы вы у них научились. Да, эти люди посторонние для вас. Они может быть биологически не совсем ваши родственники, хотя все мы родственники, мы все потомки Адама и Хавы, Абрама и Сары. Но нам это тяжело для себя как-то представить. Посмотрите на близнецов. Они как один организм. Учитесь у них. Старайтесь любить каждого человека бескорыстной любовью. Старайтесь ему помогать. Горевать, когда ему тяжело. Поддерживать его. Помогать, когда вы можете ему помочь. Поддерживать его. Тора говорит, что улыбка, она больше, вот знаете, вот пришел какой-то путник, и я его сейчас напою горячим молоком. Говорит нам, Талмуд, это очень-очень большая заповедь напоить путника вот таким вот приятным напитком. Но твоя улыбка, когда ты его встречаешь искренне, она стоит намного большего. Это намного важнее. Всегда всех поддерживать, всегда всех любить и чувствовать другого человека, как близнец чувствует второго близнеца. Шавуот умер, так написано в Торе, умер царь Давид. Царь Давид, который любил каждого, который стремился помочь каждому человеку именно вот этот его день, день его смерти, праздник Шавуот. Дорогие друзья, также в Сидурах мы перед сном читаем ежедневно, и особенно важно это делать сейчас, перед праздником Шавуот. Мы говорим перед сном по-настоящему, что мы прощаем все наши обиды, всех обидчиков. Даже тех, кто нас унизил, не дай Бог, публично, сказал про нас какую-то сплетню, мы всех-всех прощаем в этом воплощении и во всех других воплощениях. Это нужно стараться делать ежедневно, чтобы всех простить, а когда мы прощаем, Всевышний прощает нас. Но перед праздником Шавуот это особенно важно сделать, простить все обиды, потому что мы хотим получить Тору, а это возможно только когда мы один народ с одним сердцем. С наступающим праздником Шавуот! Пускай Творец Мироздания поможет нам полюбить бескорыстной любовью всех людей, как бы сложно это ни казалось. Жить для других, вдохновлять и помогать каждому человеку. Хак Самер